Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Радио России Псков, программа «Стартовая площадка». Я ведущий Робин Александр. В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса и при этом продолжается вакцинация от гриппа. Стоит ли делать приивку? Поможет ли вакцинация остановить пандемию? И защищает ли приивка от гриппа от коронавируса? Эти и многие другие вопросы обсудим сегодня. И обсудим их, конечно же, с заведующей отделением профилактики Псковской городской больницы Ксенофонтовой Ириной Наилевной. Ирина Наилевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ирина Наилевна, мы знаем, что от гриппа каждый год создают новую вакцину, так как вирус мутирует. Вакцина учитывает мутацию этого вируса? Ну, вакцина, конечно же, она учитывает. Тем более, у нас же есть два варианта вакцины. Трехвалентная и четырехвалентная Ультрекс. А чем они отличаются? Ну, в четырехвалентной вакцине содержится, во-первых, больше штаммов против вирусов. Она более расширенная, скажем так. И она более очищенная, что позволяет привить также беременных и онкологических больных. Ага, то есть, можно сказать о том, что той вакциной, которой мы прививались 5 лет назад от гриппа, она уже другая? Ну, можно сказать и так. Я понимаю, что сейчас есть такие вакцины, которые позволяют даже прививаться, как вы сказали, беременным, да? Да, беременным и онкологическим, у которых ослаблен иммунитет. Сейчас более совершенная вакцина стала, я бы так сказала. Ну, вот, если мы знаем, что там штаммы гриппа мутируют, а мутируют ли такие инфекции, как корь, краснуха, ветрянка? Вот здесь. Нет, они не мутируют до такой степени, чтобы вакцина не действовала. Такой мутации нет. Потому что задача вообще вакцинации в том, чтобы защитить и укрепить иммунитет, да? Не для того, чтобы создать какое-то искусственное введение там вируса от какого-то определенного штамма, а просто в целом вакцина укрепляет защитные силы организма в борьбе с любым вирусом. То есть, любой штамм вируса ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции. То есть, а правильно я понимаю, что вакцина, если говорить простым языком, по своей сути, это маленькая доза как раз-таки заболевания? Нет, это неправильно, я считаю, потому что все вакцины противогриппозные, например, они инактивированные, то есть неживые. Они не содержат самого вируса там, а значит, они совершенно ни при каких условиях не могут вызвать заболевание. Они уже создают как бы иммунитет искусственным путем. Там уже содержатся как бы искусственно выработанные вот эти антитела. Поэтому заболеть невозможно. Если люди говорят, что они там после вакцинации заболели и виновата прививка, то это, конечно же, неправда. Просто после вакцинации иммунитет человека немножко ослаблен, пока вырабатывается иммунный ответ на вакцину. И просто поэтому людям, ну всегда, когда мы прививаем, мы не рекомендуем им посещать общественные места и общаться с людьми заведомо уже, которые больны вирусом или урвы. Потому что они очень легко в этот момент ее наслаивают, вирусную инфекцию. А сколько должно, какой период, сколько времени должно пройти после вакцины, если мы сейчас говорим про грипп, к примеру? Да. Да, и вы сказали, что первое время желательно себя после вакцинации прививки от гриппа немножко поберечь. Вот через сколько можно понять, что вакцина прижилась в организме? Ну, самые критичные – это первых три дня. А так, в идеале, это вот первая неделя. Но самые вот такие критичные – это первых три дня. Поэтому даже вот некоторые приходят специально в пятницу к нам делают, чтобы, ну, у которых работа особенно связана, да, в каких-то общественных местах, чтобы выходные, вот субботу, воскресенье, допустим, отсидеться дома и иметь по возможности меньше контактов с вирусными больными. А кто более всего восприимчив к вирусам гриппа? Вот какая категория? Можно ли что-то здесь сказать? Ну, да, конечно же, это в основном, ну, в первую очередь, это люди с ослабленной иммунной системой, то есть это в том числе онкологические больные, особенно люди после химиотерапии, да, это люди с бронхолегочными заболеваниями, то есть хронической болезнью легких, в том числе бронхиальной астмой, вот, ну и люди, конечно, с вирусом иммунодефицита человека, ну, то есть такие, как ВИЧ-инфицированный, например, у которых отсутствует иммунитет, да. Им, получается, в обязательном порядке нужно, да, делать вакцину? Ну, да, им в обязательном порядке, но, разумеется, с каждым человеком опрос рассматривается индивидуально, в зависимости от стадии течения заболевания, от обострения и наличия сопутствующих заболеваний. А кому, скажем так, вакцинация против гриппа, ну, опасна? Ну, вакцинация точно абсолютно противопоказана тем людям, которые не переносят куриный белок, потому что сама вакцина изготавливается на основе куриного белка, поэтому люди, у которых аллергия на яйца, так говоря, простыми знаком, да, им прививаться просто нельзя категорически, потому что у них может быть аллергическая реакция на вакцину. А остальным всем, в общем-то, можно прививаться, ну, я не рассматриваю, конечно, показания по заболеванию, да, то есть там какая-то четвертая стадия, лидокомпенсация, там, онкологических больных, это уже так, не углубляясь, если прививаться можно всем, при условии, если у человека отсутствует температура на данный момент от прививки. А, а то есть вакцины для людей, у которых, ну, скажем так, сложное отношение с куриным белком пока нету, да, от гриппа, как я понимаю, и не будет? Нет, пока нету, да, мы их не прививаем, не можем прививать, потому что есть возможность развить аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, но таких людей, естественно, единицы, там, один на миллион, может быть, потому что, ну, это очень редко, когда есть аллергическая реакция на куриный белок. А вакцина, вот, от гриппа, да, для взрослых и для детей, она разная или она одинаковая, отличается чем-то? Нет, она отличается, конечно, потому что для деток она идет более, как бы так, медицинским языком выражаясь, ослабленная, чтобы не вызывать большого, как бы, иммунного ответа, реакции. Она более попроще, чтобы полегче переносилась с детками, чем для взрослых. Для взрослых получается более сильный, да, какой-то там, а есть градация, да? Там консерванты есть, да. А есть какая-то градация, допустим, там, детская вакцина, вакцины, там, от 18 до 30, или, в принципе, здесь идет разделение только на детей и на взрослых? Да, идет просто детская и взрослая вакцины еще, нету градаций никаких. А вот, Ирина Наилевна, как, по вашему мнению, почему так мало в последнее время уделялось вопросам вакцинации именно взрослых? Да, если мы говорим про вакцинацию детей, то это детские садики, школы, да, там как-то все, ну, более-менее централизовано. Я еще помню, когда сам в школе был в отдельно-змедпункты, да, вот, и после этого, как-то когда уже вступал во взрослую жизнь, да, там, заканчивал институт, вот, вакцинация взрослых, как-то на второй план, и очень мало кто из взрослых делал вакцинацию. Вот здесь, как бы считать, почему так мало внимания уделяется? И только вот в этом году, да, очень активно, там, различные средства массовой информации начали говорить нам прививаться от гриппа. Ну, вы знаете, я бы, если честно, не сказала, уже работаю около 20 лет, и я бы не сказала, что мы уделяли мало внимания. Больше, скорее всего, наверное, мне кажется, люди этого раньше не замечали, вот, потому что не было такой пандемии, не было такого ажиотажа. Да, сейчас больше стали обращать на это внимание и отнеслись к этому более серьезно, я бы так сказала, нежели раньше. Все считали, что урвы, там, грипп, подумаешь, ерунда, там, перенес на ногах и все. А сейчас просто многим стало просто страшно, да, глядя на все это. И раньше уделялось внимание, просто у нас вакцинация – это дело добровольное, да, у нас свободная страна. Вот, и, естественно, поэтому вся вот эта прививочная работа – дело добровольное, и оно основывается на личной ответственности каждого человека, скажем так. Да, то есть каждый принимает решение сам, прививаться ему или не прививаться. Вот, мы не можем его заставить силой, как бы, да, сделать прививку себе. Но в плане того, что работа, она всегда велась и ведется, то есть мы обязательно информируем, особенно вот организации, допустим, работодателя, да, мы всегда предлагаем, естественно, бесплатно наши услуги. То есть выезжает там бригада врача с медсестрой, которые там имели температуру и проводят вакцинацию, причем на местах, без отрыва от производства. Но дело в том, что очень мало количества людей, которые соглашались, все основы полагаются на силы собственного иммунитета в основном, вот, и не хотели прививаться. Сейчас, конечно, вот, глядя на все это, людей, конечно, желающих привиться стало гораздо больше. А можно ли говорить о том, что в этом году люди активнее, охотнее прививаются от гриппа? Да, конечно, процент вакцинации вырос намного в этом году. Мы и в том году много привили, но в этом году это было более, как бы, активно, более быстро, желающих было больше, добровольных таких людей, скажем так, да. В некоторых организациях там было, скажем так, добровольно-принудительно. Это уже заслуга, конечно, работодателей и их начальства. То есть они, как бы, уже вяли это в свои руки под свой личный контроль, да, чтобы их организация была привита, чтобы как можно меньше людей уходили на больничный, вот. А так, конечно, все равно очень много, и даже вот пенсионеров, и старше 65, очень много привито тоже в этом году. А если в этом году, скажем так, был такой скачок, да, по именно вакцинации от гриппа, хватило ли вакцин? Потому что, насколько я, если я правильно все понимаю, да, то вакцин, ну, из года в год вы, там, планируете, там, вакцинировать, там, число N, да, а в этом году число N плюс еще, там, 500 тысяч человек. Вот хватило ли вакцин здесь или пришлось как-то дозаказывать, докупать? Ну, вакцины, конечно, безусловно, хватило, потому что рассчитываем всегда с запасами, но у нас был такой промежуток, да, когда мы первую партию поступившую вакцину израсходовали очень быстро, а вторая еще не успела прийти. И у нас был такой небольшой промежуток, когда мы ждали вторую партию, вот. Ну, естественно, когда она поступила, мы быстренько начали прививать уже по новой всех, кто хотел, кто обращался до этого. И вакцины хватило, и сейчас еще есть наличие, поэтому сейчас все желающие могут еще привиться, кто не успел. А наличие детских вакцин? Ну, детскими вакцинами занимается детская поликлиника, мы, как бы, взрослые, да, мы к ним отношения не имеем, но, насколько я знаю, по нашему общению с коллегами, как бы, проблем с этим тоже нет. И они очень активно прививают и школы, и сады. То есть здесь, в принципе, проблемы не возникают, да, и люди... Да, не возникает, и у нас есть наличие, причем, вакцина и как сови-грипп, и ультрикс четырехвалетная, то есть и та, и другая. То есть мы можем привить абсолютно разные категории, да, разные прослойки населения, или у кого пожелания есть какие-то там индивидуально, кому-то, может быть, да, больше та нравится вакцина или та, и плюс еще привинар делаем к нимококовую тоже от внимания и вакцину. И есть разные возможности людей привиться, то есть работает и ФАП, да, возле стоит, возле империала, и прививочный кабинет, и кабинет профилактики работает, и участковая служба. То есть разные кабинеты, что помогает избежать больших очередей и скученности народа на вакцинацию именно. А можете поподробнее рассказать, что такое, вот более, может быть, простым языком, пневмококовая вакцина, вот вы сейчас сказали, эта вакцина от чего? Пневмококовая вакцина, это она тоже как бы является, эта вакцинация проводится с целью, чтобы исключить развитие пневмонии, но которая развивается в зависимости от действия вируса пневмокока. То есть она вызвана не вирусом гриппа и ОРВИ, да, как вакцина противогриппозная действия, она вызвана пневмококом. Но я хочу сказать, что пневмокок, да, в основном является возбудителем пневмонии у детской части населения, это больше актуально для детей. И она поэтому входит у деток в обязательный календарь профилактических прививок. У взрослых пневмококовая вакцинация обязательно бесплатно проводится людям в основном из групп риска, то есть это люди с бронхиальной астмой или с хроническими заболеваниями легких. Ну, например, хроническая абстрактивная болезнь легких, да, вот, для них вакцинация вот как бы обязательно. Остальные все желающие, если хотят, могут прииваться. Но для человека, не имеющего хронические заболевания легких, она не столько актуальна, как противогриппозная вакцина. Но тоже не помешает, как говорится, да? Ну, хуже не будет, да. А вот сколько, если я, скажем, такой человек, который за вакцинацию, за прививки, сколько мне вот в сезон, да, необходимо делать прививок? Там, от гриппа, вот это пневмококовый, как вы сказали. Пневмококовая делается один раз на всю жизнь, а от гриппа делается ежегодно, раз в год. А подскажите, пожалуйста, прививки все бесплатные, я правильно понимаю, да? Прививки все бесплатные, да, от гриппа вообще всегда все бесплатные везде. Вот пневмококовая вакцина бесплатна для людей из группы риска только. Если кто-то желает сделать... Дополнительно, да? Да, дополнительно, то он приобретает вакцину сам. Но вот у нас сейчас, вот месяц этот, да, стоял наш выездной ФАП. Он прививал и пневмококовой вакциной тоже всех желающих. То есть не только из группы риска, но и тех, кто хотел. Потому что у нас пока что есть достаточный запас вот этой вакцины. Поэтому вот была такая возможность. А если все-таки решился сделать там одну или несколько прививок, куда обращаться? Надо ли куда-то звонить, записываться, иметь при себе полис, паспорт, ИНН, СНИЛС, кучу других документов, свидетельство о рождении, о браке. Вот куда обращаться и с какими документами? Записываться предварительно никуда не надо. Да, если человек захотел, то что даже он может сразу же, да, допустим, во-первых, обратиться в любое подразделение поликлиники. У нас их три, там первая, вторая, третья, да, городская поликлиника. Там, как я уже говорила, есть отдельно прививочный кабинет. Вот, можно туда обратиться. Есть кабинет профилактики и есть терапевтический кабинет. Где участковый терапевт и вакцинацией занимаются все службы. Вот, это также есть возможность выездного ФАПа, который стоял, делал прививки. То есть люди могут, не заходя вообще в поликлинику, привиться на ФАПе. Вот, документы, конечно, желательно при себе, чтобы были паспорт или полис. Но если таких документов не имеется, в прививке, вакцинации все равно никому не отказывается. Мы записываем в журнал данные человека с его слов, потом просто находим его по базе. Ну, бывает, что он и не внесен в базу, но прививку все равно человеку, естественно, делаем, не отказываем никому. Даже если это люди без определенного места жительства. Ну, а вот, говорите вы про ФАПы, да? Все-таки у многих прививка ассоциируется, скажем так, с чем-то медицинским. Где там люди в белых халатах, белые стены. А вот здесь ФАП, как по-моему, это достаточно мобильное устройство, да? Просто стоит большая автомашина и внутри нее. Насколько это безопасно с точки зрения, опять же, людей, как они это воспринимают делать прививки в таких местах? То есть не боятся ли заходить в этот ФАП? Вы знаете, это специальный же медицинский, да, фельдшерский, акушерский передвижной пункт. Он на это как бы специально и рассчитан. То есть он внутри уже специально оборудован. И предусмотрена именно работа, да, медицинская в нем. И в том числе и проведение вакцинации. И, естественно, там предусмотрены возможности внутренней дезинфекции, санобработки. Что позволяет, естественно, проведение безопасного проведения вакцинации, да? И люди, я хочу сказать, вот сколько мы уже работаем, нет, никогда не вызывало никаких вопросов. Да, и подозрения, сотрудники все находятся, как положено, в соответствующей форме, да, одежде, соблюдением санэпидрежима, средствах индивидуальной защиты. Вот, у нас имеются, естественно, при себе документы или ценивия. Вот, и многие наши жители, они уже знают и нас, да, и как бы и наших сотрудников. Вот, поэтому, наоборот, пока мы слышали только слова благодарности, хорошие отзывы, что не надо идти в поликлинику, стоять в очередях, шел в магазин, мимо, там зашел, у тебя сделали прививку, и не надо ни с кем контактировать в поликлинике. Ну, это, да, конечно, удобно, что сразу отметаем мы пункт регистратуры, вот, и очередь, да, и переходим к делу. Ирина Наильевна, подскажите, пожалуйста, почему вот раньше нам всем говорили, что привиться нужно обязательно до начала, скажем так, опасного сезона, да, до сентября, там, до октября, а сейчас уже можно прививаться прямо в сезон, да, и к этому призывают. Ну, дело в том, что, конечно, да, в идеале это привиться до начала подъема заболеваемости, то есть это август-сентябрь месяц, да, это делается для чего? С целью, чтобы у человека успел выработаться иммунитет, чтобы к моменту, когда начнется вот пик подъема заболеваемости, да, гриппом и урвы человек уже был готов к этому, и чтобы болело, естественно, как можно меньше людей, потому что создается уже хорошая иммунная прослойка среди населения, и получается, чем больше людей привито, тем меньше их будет болеть, то есть просто инфекция придет в тупик, вот. Но, естественно, мы даем возможность, да, потому что кто-то же, может быть, болел, кто-то уезжал в командировку еще куда-то, мы даем возможность привиться всем, потому что у нас подъема заболеваемости, ну, как минимум два всегда прогнозируется, да, то есть это декабрь, и потом февраль-март, поэтому даже те, кто не успел сделать в августе-сентябре, они могут доделать прививки и вакцинацию пройти сейчас, чтобы и к этому, и к следующему уже пику заболеваемости подъема у них выработался иммунитет, потому что, ну, прививка, она не дает гарантии, что человек не заболеет, да, но она защищает и дает возможность, остерегает, как бы, человека от развития осложнений, таких как пневмония, то есть человек, если даже и заболеет гриппом, ОРВИ, и даже, кстати, коронавирусной инфекцией, то он, скорее всего, как правило, перенесет ее в легкой форме, без развития осложнений, таких как пневмония или дыхательная недостаточность, потому что вот мы, например, по результатам своей работы, да, мы же тоже проводим анализ своей работы, мы заметили, что те люди, которые прививались от гриппа, они даже той же коронавирусной инфекцией болеют намного меньше, чем непривитые, а если даже и болеют, то переносит ее, как правило, в легкой форме или зачастую даже бессимптомно, то есть это тоже говорит о том, что даже противогриппозная вакцина, она все-таки способствует укреплению иммунитета и развитию защитных сил организма в борьбе с любыми вирусами, не только гриппой и УРВИ, да, но и в том числе и коронавирусной инфекцией. Ну, то есть можно говорить о том, что прививка от гриппа поможет, да, от коронавируса, да, или хотя бы перенести его в более легкой форме? Да, безусловно, это мы уже сами в этом убедились. Вот так вот, как интересно все, а до какого времени прививают вообще? Вот сейчас или это круглый год происходит? Нет, прививку, сезон вакцинации проводится, как правило, с августа и до конца декабря. Это вот максимум. И прививаться нужно раз в год, да? Да, прививку делается раз в год, на год ее хватает. А если в феврале я захочу сделать, сделают мне или только вот в этот период, до декабря надо? В феврале, нет, там уже заканчивается прививочная вакцинация, вакцина же сдается, она не хранится, и поэтому потом уже вряд ли человек сможет сделать, это только уже до следующего сезона. То есть надо сейчас сообщить нашим радиослушателям, что привиться в этом году нужно только до 31 декабря, да? Да. И потом вакцину мы сдаем. Да, потом уже все, вакцину сдаем, возможности привиться не будет, вот, поэтому сейчас еще тем более есть возможность, да, и той, и той вакцины, то есть ультрикс есть четырехваленная, очищенная, поэтому, конечно, кто хочет и кто не успел, могут сейчас прийти и сделать прививку, чтобы вот, по крайней мере, ко второму прогнозируемому подъему заболеваемости уже быть готовым. А если делать такой какой-то общий срез, кто все-таки охотней имеет дело с прививками от гриппа? Мужчины, женщины какого возраста? Я бы, наверное, сказала женщины, может быть, даже из силы того, что их и по численности больше женщин, чем мужчин, вот. Ну, и в основном, наверное, это, вот, наверное, из моей практики это больше лица нетрудоспособного возраста, то есть уже старшие поколения. А какие нужно сделать обследования до прививки, да? Я имею в виду не проверку на там наличие иммунитета, да, а общее физическое состояние. Нужно как-то обследовать? Ну, прививка всегда делается после осмотра пациенту, да? То есть сначала мы, ну, обязательно, конечно, мерим температуру, спрашиваем, есть ли жалобы, и, во-вторых, естественно, мы оцениваем общую, так скажем, картину, да, внешне пациента. Если есть какие-то подозрения, ну, допустим, скажем, он бледный, есть подозрение, что у него низкий гемоглобин, вот, или он жалуется на какую-то слабость, конечно, прививка проводиться не будет. Сначала мы отправим его на дополнительное обследование, например, сдать элементарный анализ крови, посмотреть уровень гемоглобина. Если он низкий, низкий гемоглобин уже говорит о том, что иммунитет ослаблен у человека. Такому пациенту, конечно, делать прививку нельзя. Ну, это тоже зависит, конечно, от уровня гемоглобина, там я уже не буду вдаваться в подробности, да, то есть если он немножко снижен, то можно, а если, конечно, там критички, это средняя там или тяжелая степень, то, конечно, ее проводить в вакцинацию нельзя. Для этого его лица осмотра, без осмотра прививка не делается никогда. А какие осложнения могут быть после вакцинации и что делать, если появились осложнения? Ну, если появились осложнения, то в любом случае, конечно, надо всегда обращаться к врачу на прием. Вот, но у нас такого, конечно, не было, чтобы были осложнения на вакцинацию. Минимум, что может быть, это вот покраснение в месте укола. Ну, такая механическая реакция именно на укол сам. Это, как вы говорили, первые там три дня, наверное, да, самая активная фаза? Ну, да. Может быть, как бы еще так, что вот ломота в костях, мышцах первый день, это реакция на прививку. Но это, с одной стороны, говорит о том, что начал вырабатываться иммунитет. Это, с одной стороны, хорошо, то есть вакцина работает, начался процесс. А так, каких-то реакций осложнений на вакцину не бывает, потому что она не живая, не активированная, она не может дать реакции. А несут ли угрозу для общества, для общества, да, так называемые антипрививочники, которые вот отказываются от вакцинации и под страхом смертной казни ее делать не будут? Вот, насколько они опасны для общества и удастся ли вообще победить там грипп, ковид, если не будет прям массовой вакцинации? Ну, сами люди, я не могу сказать, что они опасны, они, конечно же, сами лично опасность не создают, но просто чем больше людей привито, да, тем больше вот эта иммунная прослойка и вирусу просто некуда будет размножаться и передаваться. Чем больше людей не привито, тем ему проще, да, от человека к человеку разноситься и тем больше охват заболевших процент, да, заболеваемости, тем выше. А чем он выше, тем, естественно, больше и дольше продолжается уровень вот этой самой эпидемии или пандемии. Поэтому просто вот эти отказники и непривитые люди, они просто увеличивают собой процент заболеваемости среди населения. Ну и, естественно, увеличивается количество дней нетрудоспособности, количество времени нахождения человека на больничном листе, да, что также плохо и для работодателей, ну и для жителей города. А есть ли какая-то статистика по числу привитых от гриппа и числу заболевших? Вот здесь что-то можно сказать? Чтобы провести параллели, сколько человек болеет среди привитых? Ну, чтобы провести параллели, сколько человек привилось от гриппа, да, вот, и сколько человек там не привилось и болеет приблизительно вот так вот. Ну, прям вот такой статистикой, конечно, никто не занимался, но если так сказать на скидку, да, то из привитых, ну, из тех, кто болеет, точнее, 80% это непривитые. Это вот минимум я взяла А так может быть даже 85-90 Потому что Все, кто обращаются, мы же в анамнезе Всегда помечаем, привит, не привит И все заболевшие практически Всегда говорят, не прививался, не прививался Ну что же Ирина Айленовна, хотелось бы поговорить С вами еще, конечно же, про Вакцину от коронавируса Ну и начать с того Что сейчас, когда читаешь Различные новости про Вакцину от ковида Понимаешь, что там идут настоящие Практически маркетинговые войны Один производитель заявляет, что у него Эффективность 92%, другой тут же Докладывает, что у него 96% И так далее Что все это значит? Все эти цифры, что у одной вакцины 95% Эффективности, у второй Сразу же 96% Вот здесь, как в этом разобраться? Ну все вакцины против Коронавируса, да, они еще Так скажем, не опробированы Достаточно временем Во всяком случае Они прошли, да, во всяком случае Векторная вакцина Клинические испытания Вот Но время покажет, да, насколько Это, ну более в обширной Публике, скажем так Насколько это все В процентах дает Именно и защиту И развитие Пока это все равно Остается именно Больше уровня, может быть Как вы сказали Маркетингового хода Или рекламного, да Вот, потому что Еще неизвестно Какой организм Как будет реагировать Какого человека Может быть Человек в возрасте Пожилой будет реагировать Так, молодой будет Реагировать по-другому Мужчины и женщины Могут реагировать По-разному, да Поэтому Тут еще пока сложно сказать Но я думаю Что это все равно Больше Разговоры о мелочах Потому что Сама суть Все равно вакцины Остается Самое главное То, что она способствует Выработке антител То есть формированию иммунитета А 95 Там или это 96 Процентов 97 Это всего лишь цифры Но ведь На разработку вакцины Обычно требуется Достаточно много времени Да Вот А почему вакцина От коронавируса Появилась в такие короткие сроки Буквально за несколько месяцев Ну вот Как я читала Научные работы Да, векторные Дело в том Что она Не создавалась С нуля Эта вакцина Дело в том Что она Изготовлена уже На готовой платформе Которая раньше Создавалась Для вакцины От лихорадки Эбола Поэтому Сроки на ее изготовление Сократились Просто они привели Другой штамм Да, от коронавирусной инфекции А не от лихорадки Эбола То есть она В общем-то Сделана на старой Уже проверенной Давно вакцине Поэтому и сроки Изготовления Меньше И Вакцина Получилась Быстрее А вот Сейчас Существует Три Да Российские вакцины По крайней мере Заявлены Вот Как вы считаете Есть ли какая-то Принципиальная разница Между ними И чем они Отличаются друг от друга Ну Принципиальной разницы Я думаю Что в них не будет Потому что Все равно Они все Неживые Инактивированные Это значит Что они Как бы уже Содержат Антиген готовый Который Приведение в организм Будет способствовать Выработке антител Вот Поэтому Я думаю Что принципиальной Разницы Не будет В вакцинах Единственное Только вот Посмотрим Какой эффект Каждый из них даст Это конечно На это надо время То есть какая из них Лучше себя все-таки Покажет Проявит А как вы считаете Кому Вот Сейчас начнут Да Прививать уже От коронавируса В том числе В нашем регионе Кому не стоит Делать Пока Пока не стоит Вакцинироваться От коронавируса А кому Прямо необходимо Это сделать В первую очередь Ну Делать необходимо Конечно В первую очередь Это людям Из группы риска Да Кто больше всего Работает С людьми И у кого больше Риск заражения То есть это работники Сферы обслуживания Социальные работники Медработники И военнослужащие Ну Учителя Да Которые с людьми работают Вот Но Риск Заражения У всех Конечно Большой Людей И точно Не стоит Прививаться Тем Кто болел Коронавирусной Инфекцией И у кого Выработались Антитела Именно поэтому Перед тем Как делать Прививку От коронавируса Проводят Сначала Тест На наличие Антител Если Антитела Есть То Вакцинация Не проводится То есть Если есть Антитела То вакцина В принципе Она Не поможет Да И в ней нет смысла Точнее Да В ней нет смысла Конечно У человека Уже есть Свои Антитела Зачем Еще Вырабатывать Искусственно Иммунный ответ Когда он Уже Сформирован У человека А Насколько Опасно Если Прививку Сделает Человек Болеющий Ковидом Это сложно Ковидом Потому что Испытания Такие Еще Не проводились Но Есть Вероятность Развития Аллергической Реакции И сильного Иммунного Ответа То есть Цитокиновый Выброс Отторжение А вот Некоторым Псковским Медикам Делали уже Вакцину Прививку От коронавируса Вы с ними Удовались Пообщаться Поделились Своим мнением Ну Да С некоторыми Общалась С моими знакомыми Во всяком случае Кто сделал Прививку Мне сказали Что Реакции По самочувствию Никакой Не было Вообще То есть Они не ощутили Никак Вот Ждем Результатов Теста На их Антитела Посмотрим Какой Титр Антитела Выработается На прививку Но по самочувствию Да Все замечательно Было Хорошо Перенесли А правильно Я понимаю Что если Сделал прививку От коронавируса То можешь ходить Везде без маски И коронавирус Тебе не возьмет Не Не Ни в коем случае Конечно Никто не отменял Санэпид режим И естественно Соблюдать его следует Это обязательно На следствии Индивидуальной защиты Прививка Как я уже говорила Это не гарантия Того Что человек Не заболеет Прививка Всего лишь Помогает Чтобы если Заболевание Вдруг У человека Случится Да Он заразится То оно бы Протекало Чтобы в легкой форме И без развития Осложнений Таких как Пневмония Естественно Чтобы Ну потому что Люди умирают Не от самого вируса Они умирают От осложнений От пневмонии Вот Поэтому прививка Помогает Не ухудшить Состояние здоровья Именно осложнениями Но она же Не помогает Не заразиться Вирусом Поэтому естественно Необходимо Соблюдать Везде и всегда То есть получается Что сохраняется Опасность положительного Теста на коронавирус Даже после вакцинации Да Да Конечно Но она уже Меньше вероятность Становится Но она все равно Сохраняется Поэтому Санэпидрежим Сувыдать надо Ну вот такой еще вопрос Да Как раз таки Поступают первые Вакцины Как я понимаю Сейчас в регион От коронавируса Скоро Новый год И вице-премьер Татьяна Голикова Дала рекомендации Тем Кто как раз Намерен привиться От коронавируса В частности Она попросила Россиян не употреблять Алкоголь 42 дня Вот с чем это связано Почему именно 42 дня Потому что Алкоголь Ослабляет Иммунную систему При поступлении Алкоголя В организм Стимулирует Происходит Выработка фермента Который называется Алкоголь-дегидрогеназа И Обмен клеток И вообще Вот этих ферментных систем Он происходит От 60 до 90 суток Пока организм Обменяются Все клетки Ферментные системы Поэтому Не рекомендуют Употреблять Чтобы не вызвать Риск Снижения Иммунной системы В момент вакцинации Ага То есть Не употреблять Алкоголь А есть еще Какие-то рекомендации Что еще При вакцинации От коронавируса Делать нежелательно Ну В основном Это конечно Употребление Лекарственных препаратов Которые снижают Иммунную систему Да То есть Иммунодепрессанты В основном Это касается Людей Которые В силу Каких-то Своих заболеваний Системные заболевания Например Да При них обычно Назначаются Иммунодепрессанты То есть Которые заведомо Снижают Защитные силы Организма Иммунную систему То при них Конечно Не рекомендуется То есть На время вакцинации Отменяются Эти препараты Если отмена препарата Невозможна То тогда и вакцинацию Проводить не рекомендуется Человеку Вот это как бы Основные моменты Ну Естественно Это тоже Избегать Общественных мест Возможности Где можно заболеть Да Ну заведомо Понятно что мы Можем оградить себя От всего Вот Но если мы заведомо знаем Что человек болеет Где-то в семье То наверное Не стоит идти там С ними Куда-то в ресторан И праздновать День рождения Как сейчас Это да Все равно Люди Не соблюдают Ходят да И в кино И в кафе И в рестораны Стоит себя поберечь И все-таки избежать Но в всяком случае Тех контактов Которые можно избежать Если все-таки Не избежать И куда-то надо идти Силу своей работы Или даже элементарно Магазин аптеку Да То естественно Не стоит забывать Про элементарные Правила То есть это Соблюдение дистанции Ношение масок Обработка Антисептиками Рук Вот И можно даже Там если пришли После улицы Общественных мест Можно просто Умыть там Теплой водой Пополоскать Рот хлорлифсидином Ирина Алина Еще буквально Парочку вопросов У нас к вам Есть Некоторые считают Что прям Без поголовной Вакцинации Ковид-19 Нам не победить Вакцинация Способна это сделать? Я считаю Что да Способна Если бы у нас Прям все так Дружно бы У нас Вакцинация Видите Добровольная же Опять получается У нас же Непринудительная Сколько будет Добровольцев Тоже неизвестно Но если бы Вот так Предположить Что все вот так Дружно Организованно Идут и делают Ну пусть даже С исключением Малого количества Людей Про которых мы говорили Которым нельзя Делать прививку То я считаю Что нам удалось бы Очень быстро Победить коронавирус И избежать Эпидемии Пандемии И всего того Чего нас сопровождает Сейчас К сожалению Каждый день Ирина Алина В завершении Нашего эфира Может быть На ваш взгляд Подскажете Какое лечение От ковид-19 Вы считаете Наиболее Эффективным На сегодняшний день Ну При коронавирусной инфекции Поскольку Да Уже само слово Гроза себя Вирусная Это конечно Первое стартовое лечение Это противовирусные препараты А дальше Уже индивидуально То есть От зависимости От степени течения У каждого человека То есть Если это протекает С температурой повышенной То назначаются Жаропонижающие И антибактериальная терапия Вот И сейчас Обязательно Является Еще при течении Коронавирусной инфекции Назначение Средств Разжижающих Кровь Антиагреганты Вот В основном Это аспириновый ряд И витамины Для укрепления Министерства Витамин С Витамин Д Вот Ирина Алина Смотрите Бывают такие ситуации Когда человек Дал тест В частной клинике Тест ему пришел Положительный И Соответственно Потом Не дожидаясь Скажем так Медперсонала Врача Человек в интернете Начинает Искать лекарства Тут же бежит в аптеку Сам их покупает Вот Давайте Мы может быть Сразу Пресечем Таких Энтузиастов И скажем Что без рецепта врача Вот Самим ничего делать нельзя Да Ну это разумеется Конечно Да Без рецепта И без осмотра врача Даже я бы сказала Конечно Это не рекомендуется Потому что Течение У всех абсолютно Разное По-своему Бывает что Там сразу идет Пневмония А во-вторых Еще надо учитывать Особенно у взрослых У них очень много Сопутствующих заболеваний И когда человек Занимается Самолечением Они же не могут Учитывать Что Некоторые лекарства При некоторых заболеваниях Противопоказаны То есть человек Может себе Даже и навредить В какой-то степени Ирина Лаилен Ну и в завершении Нашего эфира Да Давайте еще раз Как говорится Черным по белому Проговорим Какие-то моменты Которые Касаются Именно профилактики Заболевания Вот Коронавирусной инфекции Ну для профилактики Конечно В первую очередь Это необходимо Беречь себя В плане Соблюдая Санэпидрежим Да То есть не посещать Общественные места Не общаться с людьми Которые заведомо Уже мы знаем Болеют По веской Такой необходимости Не посещать Места С большим скоплением Народа И носить Средства Индивидуальной защиты Обрабатывать руки Ну как бы Конечно же Проводить профилактику И вакцины То есть сделать вакцинацию Против гриппа Особенно сейчас Да В период пандемии Если даже раньше Как некоторые говорят Я не болел То сейчас Раньше и пандемии Не было такой Как сейчас А вот Насколько Сейчас в некоторых организациях Появляются рециркуляторы воздуха Да Вот дома Насколько Необходимо ставить Себе такой Дома именно Дома, да Стоит ли Или в принципе Достаточно будет проветривания Ну дома Я думаю Что нет такой Прям необходимости Если к вам домой Не ходит Конечно Большое количество людей Каких-то посторонних Вот То какой смысл Да Достаточно просто Проветривать И проводить Может быть Обработку Открытых поверхностей Каким-то антисептиком Даже обычной Там же Хлоркой Хлор содержащих Веществ Разводят А так Ручки Там дверей Можно Да Протирать А так Для рециркуляторов Дома Я думаю Что-то Не так актуально Ну что же Ирина Нарин Спасибо вам большое Будем надеяться Что У нас больных Будет все меньше И совсем скоро Сможем мы Справить с этой Пандемией Благодаря в том числе И вакцинации Дорогие друзья Напомню Что сегодня Общались мы Заведующим Отделением Прихландистской Псковской Городской Больницы Ксенофонтовой Ирины Наильной Спасибо вам Большое Спасибо большое И вам До свидания Не болейте Всего доброго Да Будем здоровы До свидания До свидания